Собиралось новое военное подразделение на базе пограничного отряда. В тот момент была очень большая часть мобилизованных, также само офицеров, среди которых был старший лейтенант Семенов. Показался с очень, так сказать, позитивной стороны, как командир. Умел сплотить коллектив, умел правильно рассредоточить народ, как положено. Мы приехали на балу, мы приехали кягуарам, и утром мы уже поняли, куда мы попали. И утром началось. Каждый день на протяжении девяти суток с утра артобстрел. Вот это, что началось на этом пусту после вчерашнего дня. Дым шейдеви до вчера. В первом же день мы попали уже под обстрел. До конца еще не понимали, где мы находимся, и что это с нами происходит. Багато хлопцов не знали даже, как себя правильно вести. Поэтому и много, кто был поранен из наших лейтенов. Скоро помощь. Приехала забирать одного трехсотого. Вот что с ней осталось. В оболуце. Кожен ранок с девяти ранку начинается минометный обстрел. Потом танки. Три танки работали по нас. Одного наші разбили. Вот это один танк. Хотя, когда танки заезжали на блокпост, это, наверное, самое страшное, что нужно. На словах им передать, наверное, этот страх. Семенов ввел себя достойно в таких ситуациях. Он никогда не нервничал. Ну, мы не показывали этого. Он ввел себя так спокойно, размиренно. В принципе, когда у нас начинали нервы сдавать, то он молодец нас немного на место ставил. И опять-таки, мы поняли, что командовать должен на нем только. Он молодец как командир. Во всех отношениях молодец. Он очень внимательный человек. Он тихий, спокойный. Но он свою работу делает. Как командир группы, то он сделал свою работу на все 100%, даже больше. Славик, во-первых, был очень спокойной человек. Он никогда, как командир, никогда ни на кого не повисал голос. Николи никого не заставлял. Николи никому ничего не приказывал. Но, тем не менее, его все слушали. До него относились с повагой. 16 я позвонила в феврале. Он скинул смс. Пока все нормально. До этого было все нормально. Это пришла смс. Пока все нормально, перезвоню позже. Потом он перезвонил вечером. Ну, это было так лино. Флотцы, которые с ним были на блокпосту, они говорили, он носился как отец. Так, заботливо старался, прикрыть собой как-то, куда-то не послать, куда-то. Ну, как-то так. Ему по жизни ссор мне везло. Он сказал, я сейчас с девочками. Все будет нормально. Ну, он заслуговывал жить. Он больше всех заслуговывал жить. Но так выходит, что Боженька забирает, напевно, тех людей, которые вартят чего-то в этом жизни. Вот, и я думаю, мы там все житая упомнят. И носок, кстати, дай мне разгадывать, как у нас краще.